Всем привет, друзья! Меня зовут Таня, и сегодня я бы хотела рассказать о книге Becoming Мишель Обамы, которую она сама написала. Получается, это её автобиография. С этой книги можно вообще узнать, какая жизнь первой леди, что происходит в парламенте, и, в принципе, какая жизнь была у президента, что они делали. Она рассказывает о своих достижениях, своих падениях, что она вообще пережила в детстве, как она достигала, ну, вообще, такой вершины. Я давно почему-то захотела эту книгу. Однажды я увидела её у одной блогерши тоже, и решила себе заказать. Вот такая книжечка. Она, я бы сказала, такая пышненькая. Вот. И мне очень нравится вот эта обложечка, но также она снимается. Читала я её вот в таком состоянии, чтобы ничего не порвать, не надорвать. Здесь, как если видно, но очень плохо вот, вот такая надпись Becoming. Вообще, насколько я знаю, всё-таки настояли, чтобы осталось вот это вот основное название английское, а уже там под заголовок уже идёт моя история. Здесь книга делится на несколько частей, то есть, ну, как бы перевод, да, становление её. И в каждой главе, как бы даже не в главе, а разделе, тут несколько разделов, она описывает период, как вот она пришла к тому, кем она есть сейчас. Первый раздел называется «Становясь собой», где она рассказывает о своём детстве, о том, как они проводили время с семьёй, как они ездили там на пикники, как ходили в церковь. Оказывается, Мишель играет на фортепиано, на котором её научила играть её бабушка. Также рассказывала не очень хорошие моменты о том, как они жили, ну, понятно, в бедной семье, как тяжело работал папа, о том, как вообще, ну, тяжело жилось темнокожим детям в те времена, что, ну, очень многие друзья её могли просто погибнуть на улице из-за того, что начиналась стрельба, вообще, в общем, ужасные такие истории. И также она рассказывала о своём поступлении в колледж, в университет, о первой своей работе. И также, знаете, вот очень часто она задаёт в книге вопрос, а достаточно ли я хороша для того, чтобы находиться здесь, где я сейчас? Потому что ей очень было тяжело вообще среди, в принципе, ну, не таких, как она. Потому что, ну, темнокожих людей в той среде, где она училась, в том вузе, где она училась, было очень мало. И постоянно, скажем так, ну, она сталкивалась с неприятностями, мягко говоря. Второй раздел называется «Становясь нами». Это уже более романтичный такой раздел, где она рассказывает о том, как она познакомилась с бараком. А познакомилась она вообще в юридической там компании, где она тогда проходила стажировку, по-моему, работала. Или это была практика студенческая, я уже не помню. И он, оказывается, немного моложе её. И был он у неё подопечным, за которым она должна была, ну, получается, следить, наблюдать, помогать ему. Вот, ну, так развернулось, что они начали встречаться. Вот, здесь она рассказывает о их свадьбе и вообще о том, какой вообще барак человек в отношениях был с ней. Третий раздел называется «Становясь чем-то большим». Это периоды, когда она была первой леди и барак был президентом. Там здесь вообще рассказывается, в принципе, вот, знаете, немножечко так приоткрывается нам кухня вот этой политической жизни и жизни в Белом доме. За этим интересно, вот, наблюдать, как бы. Но я вижу, как ей сложно, в принципе, справляться самой с двумя детьми. И она также хочет быть, как говорится, не в стороне, а тоже приносить какую-то пользу для своей страны. И вот, вообще, в принципе, я благодаря этой книге начала очень сильно восхищаться Мишель, поскольку, ну, вообще, как она вот выросла в такой бедной семье, в таком районе, то есть ей так тяжело было. И какой вообще путь она проделала, чтобы стать тем, кем она сейчас есть. И вот с большими трудностями она сталкивалась, но она никогда не сдавалась. Я бы хотела вообще сказать, что она заслуживает вообще большого уважения, впервые даже как женщина, потому что, ну, она рассказывает здесь, какие сложно было, когда барака не было, воспитывать двух детей. Также она вот много чего делала. Она вообще в этой книге много рассказывает также о своей деятельности, как первой леди. Она начала заниматься именно вот детьми, начала открывать программу против вот этого ожирения, потому что в Америке очень много детей страдают этим. И она сделала на территории Белого дома огородик. Также она могла приглашать на выходных детей с разных школ, и они все вместе там следили за вот этими вот грядочками, следили за этим огородиком. Также она очень много ездила по разным школам и вообще помогала таким девушкам. Ну, чаще всего она рассказывала, да, о темнокожих, которые вообще, в принципе, могли, ну, которым вообще, в принципе, тяжело было чего-то достичь в жизни. Также она очень много рассказывает о несправедливости, о, скажем так, дискриминации какой-то, да. Она вообще много чего рассказывает в этой книге интересного, в принципе. Здесь очень часто употребляются такие-то политические всякие термины, которые вот... В книге очень много, на самом деле, сносок разных вот таких пояснений, да. И даже бывает такое, что этих сносок настолько много, что думаешь, о, боже, зачем они? Потому что, ну, бывает текст о Мишеле на полстранице, а на полстранице этих сносок разных, которые, в принципе, и не всегда уместны, потому что, ну, она сама как бы, в принципе, и разъясняет какие-то определенные термины. Также в этой книге могу заметить очень много интересных фотографий, ну, как много. Есть вот в начале, вот здесь, как она была маленькая, это у нее, это ее брат. То есть это вот здесь вот такие вот фотографии, там, с бараком, с детьми. А также есть внутри вот фотографии, мне очень понравились. Они из глянцевой обо... ну, глянцевые. Сейчас вам покажу. Вот такие вот фотографии разных, с разных моментов их жизни, с отдыха. Вот это, кстати, когда они первый раз, ну, он баллотировался в президенты. Это первые, по-моему, баллы, и инаугурации, я уже не помню. Вот, короче, очень такие вот интересные фотографии, на самом деле, из жизни. Ну, могу сказать, что читать эту книгу очень интересно, с одной стороны, да. Но все-таки это, знаете, вот не какой-то там приключенческий роман, который все-таки более как-то, ну, запоминается вот сюжет линейный, да. Это все-таки классическая автобиография. И ты вроде бы считаешь, но оно как-то вот все-таки, да, есть вещи, которые ты запоминаешь, но все-таки, во-первых, очень много таких, знаете, политических моментов. Иногда даже было даже, ну, немножко скучновато. Потому что, как по мне, немного слишком многовато даже политических моментов. Но, в принципе, Мишель очень откровенно вообще рассказывает о своей жизни, о своих проблемах и то, как она с ними боролась. Я думаю, что, в принципе, большинство девушек и женщин, которые, например, в себе не уверены, да, в принципе, даже если хотят просто вот узнать биографию такой вот известной, да, личности, я вот советую прочитать эту книгу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok